С учетом сезонной специфики ДТП на территории области, инициативные студенты-технолога выявили типовые ошибки водителей личного и пассажирского транспорта, предшествовавшие аварии, а также определили перечень основных нарушений, допускаемых несовершеннолетними на дороге. На основании полученных знаний ребята разработали виртуальные блицопросы для различных категорий участников дорожного движения, сделали визуальное тестирование. Создание проекта «Безопасный маршрут» заняло около полугода и стало совместной работой десяти учащихся сразу четырех институтов. В ходе подготовки они выполнили облеты локаций вуза и создали их точные 3D-модели в специальных программах. По картинкам мы создавали текстуры, измеряли нужные нам объекты и создавали визуал. Я считаю, что он очень хороший, и он поможет как и действующим водителям, как и будущим водителям закрепить свои какие-то навыки или получить новые знания. Основная моя задача состояла в том, чтобы собрать все уже готовые проекты, код, и опубликовать это на веб-сервер для того, чтобы сам проект стал доступен для всех желающих. Платформа создана так, чтобы по прохождению теста человек увидел, какое у него количество баллов, и стоит ли ему зайти там, подтянуть еще свои знания. Первое знакомство с Блицопросом «Безопасный маршрут» состоялось 26 июля. С помощью собственных смартфонов юные участники опроса отвечали на каверзные вопросы, а оценивали их знания популярные у детей мультипликационные герои, а также известные белгородские КВНщики. По словам школьников, найти правильный ответ не составило особого труда. Мама рассказывала, как надо передвигаться на дорожные части, и я все это запомнила. Допустила ошибки при том, что я ответил, нужно пропускать только мобильные средства транспорта, а пешеходов нет. Блицопрос как живой организм, то есть мы будем смотреть, анализировать аварийность, и уже на основе анализа аварийности менять вопросы. Может быть, будем усложнять вопросы. Наша цель – это охватить как можно больше участников дорожного движения, особенно деток. Реализацию проекта согласовались с Министерством образования и Министерством автомобильных дорог и транспорта области. Предполагается, что в нем примут участие не менее 75 тысяч обучающихся образовательных учреждений и не менее 10 тысяч жителей региона, будущих и действующих водителей. В качестве пилота его предложили пройти учащимся автошколы и водителям автобусов крупной транспортной компании. Для каждой категории свой набор необходимых базовых знаний. Для водителей-новичков это блок предоставления преимущества пешеходам. Для детей, для подростков это, конечно, те популярные средства передвижения, которые просто ворвались в нашу жизнь, в реальную. И в результате мы сегодня имеем достаточное количество происшествий. Это средства индивидуальной мобильности. То, что касается водителей общественного транспорта, это как раз безопасная перевозка пассажиров. Пройти опрос сможет любой желающий до конца сентября. QR-коды для входа в программу уже распространили среди потенциальных участников. Кроме того, инициаторы планируют организовать дополнительную просветительскую работу среди взрослых во время уличных тренингов и профилактических визитов в автотранспортные предприятия. Отдельной категорией участников станут кандидаты в водители, с которыми запланированы дни правовых знаний. Одним из путей дальнейшего развития проекта может стать детская компьютерная игра, условием победы в которой будет неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. По задумке авторов, увлеченность и азарт поспособствуют тому, что ребята в будущем станут на автомате стремиться к безопасности на дорогах, как своей, так и пешеходов. Влад Калинин, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогория.